Издательство Эксмо. Элля Рин. Опасная игра с демоном. Пролог. Продолжение следует. 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 перед экзаменом зазвать меня на семейные посиделки к бабушке. Устроилась в своей съёмной комнатке на кровати, уютно подоткнув подушку за спину. Обложилась учебниками, конспектом, ноутбуком, овсяным печеньем, кружкой кофе и соседской кошкой-мышкой. Та чувствовала себя одиноко, когда Женя уезжала куда-то с ночёвкой и приходила греть мне бок и мурлыкать. Сегодня ещё и умильно сопела и охотилась когтистой лапой за страничками тетради. Самое то средство, чтобы не заснуть случайно. А я сидела и изубрила в своё удовольствие. Ощущения, восприятие, речь, эмоции, чувства. И как это некоторые ухитряются говорить, что психология скучная. Мне, наоборот, очень нравилось раскладывать по полочкам теорию и прикидывать, какие примеры из жизни хорошо ложатся на экзаменационные билеты. Правда, когда я дошла до чувств и их характеристик, примерно в 4 часа утра, кошка-мышка так уютно засопела, свернувшись клубочком у меня под локтем, что я сама не заметила, как заснула. И сон мне приснился прекрасный, стыдный, горячий. Совсем не такой, который я ожидала увидеть после недели непрерывной учёбы. Во время зимней сессии мне снились таблицы, конспекты, билеты, буквы и лекции. А тут внезапно в одном флаконе «Универ», «Секс», «Незнакомец» и «Камасутра». Оф. А ещё всё до обидного быстро закончилось. Оборвалось на самом интересном месте. Темнота выплеснула меня наружу, оставила на смятом покрывале в обнимку с полосатой кошкой и ноутбуком. На столе надрывался смартфон. «Будильник, чёрт, я проспала, да? А как же экзамен?» Я подскочила на кровати, отбросив обиженного запившую мышку, сгребла тетради в рюкзак и заметалась. Сначала побежала в ванную, стянула домашние штаны и футболку, влезла под душ и, взвизгнув, крутанула кран с холодной водой. Требовалось срочно остыть, иначе я просто не дойду до университета. После такого бесстыдного сна ноги подгибались и в голове гудела. «Охладись, Лара! Давай, давай, приходи в себя!» Потом я прошлёпала мокрыми босыми ногами по коридору на кухню, выхватила из холодильника бутылочку с йогуртом и рванула обратно в комнату, прихлёбывая на ходу. Распахнула шкаф и зависла. Нет, проще всего было бы натянуть дежурную блузку и джинсы. Но дело в том... Я потёрла горящие щёки. Мне показалось, что я узнала тот голос во сне. Наверное, это знак судьбы. А значит, сегодня надо быть особенно прекрасной. Время пришло.